Мы живем в прекрасной республике. С одной стороны горы, с другой море, а между горами и море гордо стоят аулы, селы, города, древние крепости, водопады. Народы Дагестана имеют богатую и самобытную духовную культуру, уходящую своими корнями в клуб веков. Несмотря на сложную и бурную историю, неоднократные нашествия иноземных завоевателей, народы Дагестана сумели сохранить свои культурные достижения и донести их до нашего времени. А наша с вами задача – сохранить и приумножить то, что досталось нам от предков, и не дать варварам уничтожить то, что мы имеем сегодня. Здравствуйте! В эфире телепроект «Безопасный Дагестан». Проект «Безопасный Дагестан» является одним из семи приоритетных проектов главы Республики Дагестана Абдулатипова Рамазана Гаджимурадовича. Хочется отметить при этом, не умаляя значения других, что проект «Безопасный Дагестан» является одним из самых значимых. Ведь без безопасности нет никакого развития. В сегодняшнем выпуске речь пойдет о ходе реализации приоритетного проекта развития Дагестана «Безопасный Дагестан». Дагестан знает, что такое агрессия международного терроризма. Республика столкнулась с ней в конце 90-х, когда группа экстремистов вторглась на нашу землю. И в этой необъявленной войне однозначно победила сплоченность народов Дагестана. Каждый дагестанец показал, что готов защищать земли своей отчизны Великой России. Когда вот эти бандиты-террористы напали на Ботлих, Сумадан, потом на Улак, когда они творили вот этот кошмар, я был повсюду на линии фронта. И написал тогда книгу, называется она «Война». Это паразоистская книга. Я там написал все, что сам там видел. Вот ослиня гора Ботлиха. Там кошмарные войны были. Потом, значит, Тандо, селение, почти сравняли с землей. Потом воинские части. Все это я видел. И то, что я сам видел, и то, что я спрашивал, узнал, все собрал в эту книгу, которая называется «Война». С тех трагических событий прошло 17 лет. К сожалению, нельзя утверждать, что ситуация сегодня в нашей республике безоблачна. В Дагестане все еще действуют диверсионно-террористические группировки на счету которых посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и другие преступные вылазки. Но нельзя отрицать и то, какая колоссальная работа проделана и продолжается по сей день в улучшении мирной жизни в Дагестане. В рамках проекта развития Дагестана «Безопасный Дагестан» власти республики предлагают боевикам вернуться к мирной жизни, при этом сложить оружие и сдаться, чтобы избежать кровополития и напрасной гибели. Те, кто отказываются подчиняться законам Российской Федерации, лишаются собственной жизни или свободы. Лица, осужденные за экстремизм и терроризм в соответствии с террористическими нормами уголовно-исполнительного законодательства, в наших исправительных учреждениях не содержатся. То есть их по персональному наряду Синроссии, по персональному наряду федерального органа направляют в исправительные учреждения других регионов Российской Федерации. В следственных изоляторах лица, подозреваемые в совершении преступлений террористической направленности, таковых у нас содержится на сегодняшний день порядка 120 человек. Что такое экстремизм и ваххабизм, и как против него бороться, знает боевой офицер и генерал-майор Муслим Дахаев. Многие помнят его героическое участие в событиях 1999 года, когда Муслим Магомедович руководил Навалакским отделом внутренних дел и со своими коллегами и липецкими ОМОНовцами буквально приняли бой с международными террористами на себя. Ведомство, которым руководит генерал, несомненно, беспокойное. Каждый, кто отбывает наказание или ждет приговора суда в учреждениях уголовно-исполнительной системе Дагестана, это отдельная личность со своей верой, со взглядами и убеждениями. По словам главы тюремного ведомства, религия играет немаловажную роль в исправлении осужденного. Роль мечети, например, и духовного воспитания, и религии очень важна сегодня именно для тех лиц, которые отбывают наказание. Сегодня криминогенная ситуация в республике относительно стабильная. Тем не менее, взрывы, тяжкие преступления против личности обязывают правоохранительные органы работать с большой нагрузкой и ответственностью. С признанными судом виновными лицами и с теми, кто еще в статусе подозреваемого или обвиняемого в совершении преступлений, террористического характера постоянно ведется целенаправленная профилактическая работа в местах их заключения. В средственных изоляторах данная категория лиц содержится изолированно и не имеют возможности распространять свою идеологию. То есть в средственных изоляторах, по сути, эта проблема сводится на нет, таким вот образом. А по исправительным учреждениям, с учетом того, что у нас предусмотрена отредная система содержания, то есть осужденные проживают определенными коллективами, теоретически такая возможность возникает. Но нужно понимать, что исправительные учреждения – это не пионерлагерь, и там работают оперативные службы, режимные службы, и за лицами, содержащимися в исправительных учреждениях осуществляется постоянный надзор. И такие лица выявляются. Да, они могут быть осуждены за общеуголовные преступления и при этом являться носителями идеи экстремизма, терроризма. Такие лица выявляются, и в случае, если они оказывают влияние на основную массу, есть законные способы, механизмы по их изоляции. И если в целом их поведение влияет на стабильное функционирование исправительных учреждений, такие осужденные могут переводиться в том числе и в другие исправительные учреждения, в другие регионы с иными режимами. Правовая защищенность личности в местах лишения свободы вышла на качественно иной уровень. Значительно повысилась эффективность механизма реализации прав осужденных, в том числе закрепленных в Конституции Российской Федерации. В следственных изоляторах и в исправительных учреждениях активизировалась работа по принятию мер для реализации конституционного права, осужденных на свободу совести и вероисповедания. Контроль над соблюдением прав верующих в местах лишения свободы осуществляется лично начальником управления Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Дагестан генерал-майором Муслимом Дахаевым. Мы создаем такие условия, в первую очередь, чтобы лица, которые находились на свободе, после осуждения, не стали лишней свободы, чтобы они не могли прерваться в эти религиозные свои обряды, имели возможность молиться. И, конечно, есть очень много людей, которые раньше на свободе, находясь на свободе, даже не знали, представления не имели. Об этом, попадая вот в такие места, здесь уже вместе со всеми другими уже начинают молиться. И это, в первую очередь, большой плюс нам. Лица, которые сегодня молятся, от них мы практически не видим правонарушения. Всего в учреждениях республики отбывают наказания около 2500 осужденных. Из них более 2000 человек исповедуют веру ислам, христианской веры – 250, буддистов – 32. В каждом учреждении уголовно-исполнительной системы республики созданы условия для проведения религиозных опрядов. Четыре мечети, четыре молельные комнаты, два храма и одна молитвенная комната для православных женщин. Таким образом, сегодня в Дагестане большое внимание уделяется религиозному просвещению и нравственному воспитанию осужденных в местах лишения свободы. Вера является для меня всем, всеми моими убеждениями, всеми моими понятиями, всеми моими жизненными ценностями. Пришел по воле Аллаха. Аллах открывает сердца, кому пожелает по своей милости. Никто не может насильно кого-то привести в ислам или ввести из ислама. Только милость Всевышнего Создателя. Может, тяжкий грех, да, она не входит, насколько мне известно. Но я преступление совершил, тоже в Коммунерской Федерации, и поэтому я здесь. И даже если она не противоречит исламу, я больше в это не собираюсь. Потому что из-за того, что я здесь, и волнуюсь, и родители, и семья. И это тоже с исламом нельзя, чтобы они волновались. Признаки проявления ислама в моем сердце, если честно, они начались еще до тюрьмы. Ну, видимо, Аллаху угодно было, наверное, так. Аллах знал, наверное, лучше так, что где для меня будет лучше. Как я попался, с первого дня я уже начал очень серьезно относиться к намазу. И очень сильно интересовался и требовал знания. И есть много разногласий. Вот меня мучило основной вот этот вопрос. Везде по-разному. Ну, и я себе поставил цель, что буду максимально изучать, сколько будет у меня на то возможностей. И самому узнать, на самом деле, как это все действительно в исламе элементарно намаз даже. В душе, наверное, все верующие. Не каждый признаться в это может. Я так думаю. Основная масса, конечно, у нас верующие люди. Как воспитан был атеистом, так как был ахпетербурганком, был пионером, был комсомольцем, когда служил в армии. Ну, сейчас верю в Бога. Во-первых, это такое состояние, которое просто словами не передашь. Это внутреннее душевное состояние, такое необычное. Приходя сюда, ставишь свечку, чувствуешь такое облегчение. Все проблемы уходят на второй план. Забываешь о своих проблемах, повернуться. Для заключенных она приходит облегчение, когда они делают дуа, читают Уран. Она как-то мягко проявляется в сердцах. И легче сидится им, потому что они терпение проявляют к своим срокам. Срока в строгом режиме большие. Именно то, что успокоится. Больше всех приходят в мечеть, чтобы успокоиться, набрать терпение. Также делают дуа за своих близких, уходят семьи, родители. Ну, она дает, во-первых, веру, надежду. Веру она дает, чтобы человек начал верить, исправляться. Как никогда религия не преподавает зло, она как иначе добро преподавает. Мечети, храмы в исправительных учреждениях появились для того, чтобы люди через религию шли к исправлению. И многим осужденным удается, обращаясь к вере, встать на путь исправления. Религию навязывать не нужно кому-то. Это дело каждого человека, каждого осужденного. Навязывать или настаивать на принятии веры и так далее, мы никак не можем. Религию делено государство, светское государство. Но как элемент воспитания, конечно же, любая религия, если ее правильно понимать, несет в себе только благо. А в этом богослужебном здании, что находится в исправительной колонии номер 2, идет реконструкция. Помощь в этом оказал депутат Народного собрания Республики Дагестан Джафар Абуев. Я работал советником, председателем правительства и курировал разные отрасли. И мы научили отрасли заниматься и всем, как бы, у нас связано с правительством и тюрьмой. И вот как бы я возглавлял исправительский совет. И потому что ему в эту ситуацию, общаясь с людьми, с заключенными, они говорят о своих проблемах, мы, чем можем, мы всегда помогаем, стараемся помогать. В работе духовного просвещения всех верующих, отбывающих наказание в исправительных учреждениях Дагестана, оказывается помощь и поддержка со стороны православной церкви и муфтеатра Республики Дагестан. Представители церквей и мечетей регулярно посещают учреждения тюремной системы Республики. Препятствия и нарушения прав на лицо и к ним. Поэтому все это, как колония, идет навстречу духовным, как бы сказать, духовным нуждам здесь заключенных. И все делать для того, чтобы заключенные свободны, исповедны своими, в данном случае, православных христианин, мусульманин и буддисты, как и республика. Это люди, которые стоят здесь в власти, понимают, что это главная задача для того, чтобы воспитать нынешних здесь настоящих людей, именно сделать из них полноценных, полноправных людей общества. Здесь соблюдаются права осужденных мусульман, и славных церквей, и буддизм, то, что основные конфессии в Республике Дагестан. И это очень отрадно и хорошо, что именно так защищаются права мусульман в религиозном направлении. Не случайно духовный образ жизни является одним из самых сильных средств профилактики правонарушений, говорит руководство тюремной системы Дагестана. При применении мер поощрения, предоставлении условно-досрочного освобождения, амнистии, помилований, учитываются соблюдения осужденными принятых в обществе нравственных норм и активное участие в проводимых воспитательных мероприятиях. Со стороны администрации проводится индивидуальная воспитательная работа с каждым осужденным, в ходе которой разъясняется то, что осужденные должны относиться друг к другу с пониманием. Да и сама религия, она их к этому приводит, чтобы они не притесняли друг друга. Также проводятся различные мероприятия с осужденными, такие как сорятия осужденных, которые проводим в столовой учреждении. Приглашаем со стороны имама нашей поселковой мечети, которые ежемесячно приходят и проводят с ними лекции на различные темы. Прямоотношения с осужденными только положительны, никаких разногласий по поводу религиозных взглядов, по поводу национальной принадлежности на данный момент не наблюдалось и не наблюдается, и этого не будет никогда. Участвуют в совместных мероприятиях по плану выходного дня, в различных, живут совместно в жилых секциях, так отдельно, чтобы сказать, где-то представители одной народности, другой республики собрались, где-то нет. Все вместе, все дружно, никаких по поводу национальной принадлежности негативных, никаких вопросов не возникает. Люди, не познавшие истинную веру, подвержены различным душевным мукам. Только вера позволяет личности придерживаться своих обязанностей и устоять в рамках повинования Богу даже в самых трудных экстремальных ситуациях. Любая религия прививает человеку замечательное качество, такое как порядок и порядочность. Духовное воспитание является одним из важных также составляющих формирования личности, воспитания, перевоспитания осужденных. Некоторые обретают религию здесь. Она воспитывает настоящие истинные религии, воспитывает только положительные качества человека. То есть любой конфессии, любой религии, что в первую очередь ставится. Это доброта, это честность, это порядочность. Если я пошел нефть воровать, и за это руголнуются родители, то у меня это храмов получается тоже так. Ну, иншаллах, пока я больше не буду. Так сложились обстоятельства. Сейчас главное не то, что я сделал, а главное те, какие выводы я из этого сделал. И то, как я провожу то время, которое дал мне Аллах в этих местах, с пользой я провожу с покаянием, с желанием стать лучше, богобоязненней, более знающим, более сильным, более умным. В плане переоценки ничего не случилось. Также я оцениваю и себя, и свою жизнь, и свои цели, задачи. Но получил больше знаний здесь, учился, читал много книг, тренировался, похудел на 20 килограмм. Ислам – это не терроризм. Ислам – это добро и мир. Это порядок и дисциплина. Это религия настоящей терпимости и большого уважения к другим религиям. Именно эти качества друг к другу проявляют большинство заключенных. Религия ислам, она против терроризма, против фонартизма и любых других течений, которые приводят к экстремизму. В лагере я, как старший, как имам мечети, вожу по поводу только за мир, чтобы не было никаких разделений здесь касаемо религии. Я вот смотрю только, от них только исходит добро. Я не вижу у них плохого, злого. Я не знаю, почему приписывают к исламу, если это не терроризм, я не знаю даже почему. Наше общество наконец-то начало понимать, что противостоять экстремизму и терроризму должны не только правоохранительные органы, но и все мы. Мобилизованность и участие наших сограждан в антитеррористическом месячнике. Дагестанцы против терроризма. Родина дороже. Тому доказательство. То, что сейчас творится в мире, это очень страшное дело. Я как женщина, как мать, как учитель уже 31 год стажа у меня. Я очень сильно беспокоюсь за будущее наших детей. Я бы хотела, чтобы все в мире отрегулировалось, но для этого нужны усилия самых молодых людей. Нужно быть образованными людьми, нужно уметь делать добро, приносить людям доброе что-то в душе. Надо меняться в корне самим молодым людям. Надо думать о будущем. О будущем не за смертью. Будущее людей стоит за добром, за миром, за благополучием. Любой человек, даже самый простой человек, если у него есть свое убеждение, что эти террористы делают неправильно, он должен хотя бы одного человека рядом с собой убедить в том, что эти люди самые большие враги народа. Даже, пускай одного человека, двух, трех, даже каждый простой человек, и то его пропаганда, вот то, что у него в душе, он должен высказать. Конечно, он большую революцию делать не сможет, но тем не менее, он должен вокруг себя хотя бы сделать работу, связанную против этого террора. Я мать четверо детей, воспитываю четверо детей, тем не менее, вижу вот такие террористические акты. Я хочу, чтобы был мир на земле, чтобы не было войны, чтобы было мирное небо над головой, чтобы дети выросли в мирном и счастливой жизни. С каждым днем дагестанский народ все активнее включается в работу по борьбе с терроризмом и насилием. И это показатель того, что Дагестан действительно становится безопасным. Уважаемые телезрители, это все, о чем мы вам хотели сегодня рассказать. Я благодарю всех вас за внимание и до новых встреч в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok